Вторую партию, которую 10 ноября 2018 года сыграли Магнус Карлсон и Фабиано Каруано, мы назвали дебютный сюрприз. В чем он заключался, мы сейчас расскажем. Был разыгран ферзевый гамбит, популярный вариант с А3 и ферзь А5. Здесь нельзя сразу играть Б4, из-за слон бьет на Б4, а Б ферзь А1 шах. Поэтому после ферзь А5 белые сыграли ладья Д1. Ладья Д8. Каруано очень быстро сделал этот не очень популярный ход и Карлсон надолго задумался. Это и есть дебютный сюрприз, то есть домашняя заготовка штаба претендента. Грозит продвижение Д5-Д4. И опять нельзя Б4, из-за конь бьет на Б4, АБ, слон Б4, слон Е5, конь Е4, ладья С1, Ф6, слон Д3, ФЕ, слон бьет на Е4, ДЕ, конь Ж5. И черные отыгрывают фигуру, имеют материальное преимущество и инициативу. За шахматной доской во время партии достаточно сложно догадаться, что задумал соперник в многодневном домашнем анализе. Поэтому Карлсон сыграл надежно. Слон Е2. Последовала конь Е4, короткая рокировка, конь бьет на С3, БЦ, Х6. Конечно, нельзя слон бьет на А3, из-за ладья А1, связка с потерей фигуры. Или ферзь бьет на А3, ладья А1 и черные остаются без ферзя. В партии было А6, А4, конь Е7. Каруана А5 очень быстро сделал этот ход, демонстрируя отличную дебютную подготовку. Черные хотят вывести слона С8 и атаковать пешку А4. Конь Е5, слон Д6, СД, конь бьет на Д5, слон Ф3. Здесь нельзя, конь бьет на С3, из-за конь С4 двойной удар. Ферзь бьет на А4, ферзь бьет на С3, слон Е7, ладья Д8, шах. Слон бьет на Д8, ладья Д1. У белых преимущество и сильная атака. Поэтому после слон Ф3, черные сыграли, конь бьет на Ф4. ЕФ, слон бьет на Е5, ладья Д8, шах. Ферзь бьет на Д8, ФЕ, ферзь С7. Здесь в партии у Карлсона оставалось мало времени, поэтому он сыграл надежно. Ладья Б1. Ладья Б8, ферзь Д3, слон Д7, А5, слон С6. Ферзь Д6, ферзь взял на Д6, ЕД, слон Ф3, ЖФ, король Ф8. Черные идут королем на помощь ладье. С4, король Е8, А6, Б6, С5, король Д7. ЦБ, АБ, А7, ладья А8, ладья бьет на Б6, ладья бьет на А7, король Ж2. В результате дебютный сюрприз Каруаны привел к уравнению игры черными, а потом к ладейному Эншпилю. Пешка Д6 обречена, Каруана выиграл ее на 36 ходу. У черных материальное преимущество, но его недостаточно для победы, поэтому на 49 ходу в позиции, представленной на экране, соперники согласились на ничью. Счет в матче стал 1-1. Подпишитесь на наш канал и 12 ноября смотрите наш обзор третьей партии этого увлекательного матча. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok